Русские новости Сегодня разговор о том, что после всяких программ и лозунгов. Вот придуманы программы, люди говорят, да мы все это уже читали, мы все знаем, мы совсем согласны. На самом деле все не совсем так, не все читали и не совсем согласны. И даже не очень хочется людям читать какие-то программы. В этом есть определенный резон, потому что написать может любой человек, мал-мальски набивший руку или мал-мальски образованный, написать можно все что угодно. Будет ли это правда в его устах? Будет ли это программа тем, чему он сам будет следовать? Вот в чем вопрос. Это вопрос о доверии. Но в любом случае, если хотя бы какая-то минимальная стадия доверия достигнута, все-таки программы следует читать и смотреть, действительно ли это те самые программы, за которыми стоит идти. Потому что очень много всяких так называемых симулякров, симулятивных идеологических документов, в которых заложена враждебность к России и русскому народу. Хотя считается, что якобы сочинители этих произведений, идеологических или пропагандистских, являются какими-то активистами или даже авторитетами в русском движении. Им больше просто негде не нашлось места. Они искали, они пытались приобщиться к власти. Я знаю достаточно таких людей за свою довольно длинную уже политическую судьбу, которые мечтали только об одном – приобщиться к власти, получить какой-нибудь депутатский мандат. И на этом вся их активность, все их амбиции заканчиваются. Они заканчиваются и как идеологи, и как творческие люди, и вообще как порядочные люди. Поэтому, конечно, надо смотреть, кто пишет те или иные документы, какие организации, какие действия у этих организаций, что следует тем самым идеологическим документам. Идеология должна распространяться. Для того, чтобы она распространялась, она должна поселиться в душах и в головах. Вот это важнейший момент. Так все-таки, что же после? Что после того, как создана идеология, программа, подробные или краткие документы? Что после этого? После этого возникает вопрос, что делать обычному политическому активисту, который, ну, скажем так, в черне, все понял, все знает, все понимает, ну, хотя бы приблизительно готов к тому, чтобы поддерживать определенную идеологию своим действием. И здесь соблазн пути партизана. Очень многие молодые люди, которые стремятся к прямому действию, мечтают о том, чтобы партизанить. Но на поверку ведь оказывается, что для того, чтобы вам партизанить, вам нужно снаряжение, вам нужно, чтобы кто-то вас тренировал, кто-то вас собирал. И оказывается, что быть партизаном достаточно сложно. То есть даже просто подготовиться к партизанской деятельности, это требует и больших затрат, и большого сосредоточения. И наш опыт, вот в нашей партии «Великая Россия» показывает, что на такое сосредоточение готовы очень немногие, очень немногие, и, скажем, тренироваться раз в неделю, хотя бы раз в неделю каким-то боевым навыком может далеко не каждый. И это меньшинство, уж организовать что-то такое, это редчайший случай. А сделать так, чтобы все это было не имитацией, не игрой в зорницу, а чем-то более серьезным, ну, это практически невозможно, практически невозможно. Поэтому те, кто отвлекает себя партизанщиной, ну, не самой партизанщиной, хотя бы подготовкой к партизанщине, часто себя обманывают. Обманывают тем, что они якобы готовятся к какому-то прямому действию. В реальности они подготовиться не могут, потому что реально готовы к каким-то силовым действиям только профессионалы этого дела. То есть те, кто служит там где-то в спецназе, в МВД, в армии, те, кто эти навыки получает в порядке повседневных обязанностей. А вот в порядке хобби, да, можно освоить какие-то аспекты военной профессии, можно. И это приветствуется, это целесообразно. Но по факту получается, что если вы совмещаете идеологический вектор с вот этой деятельностью подготовки к защите отечества и своего собственного народа, и при этом не являетесь профессионалом, то вы подставляете себя под удар спецслужб, которые чутко следят за тем, какие структуры вы создаете. Если вы по чтению создаете нелояльный к нынешней власти какой-нибудь кружок в сборке-разборке автомата Калашникова, то вам, видимо, придется отвечать перед этой властью как террористу. Власть уже определилась достаточно внятно. Поэтому одно дело индивидуальная ваша подготовка, другое дело создания каких-то структур. Вот все эти структуры находятся под пристальным наблюдением. Вот поэтому сработает все это, даже если вы подготовлены, даже если вы создали какую-то группу, и она смогла, соблюдая определенную конспирацию, не попасться на глаза спецслужбам, это не значит, что вы еще сыграете на той самой стороне, на которой стоило бы сыграть. Мы видим ситуацию на Украине с Майданом, как многие русские люди оказались совсем не на той стороне. Или, может быть, там вообще не было той стороны, на которой стоило бы оказаться. Аналогичные ситуации мы видим, например, по нашей истории Российской Федерации. Увы, это не Россия, Российская Федерация и Россия – это сущности разные. В 1993 год на чьей стороне оказались, скажем, бывшие афганцы? Оказались на стороне преступников, предателей, изменников Родины. И сами таковыми стали, соучаствуя в разгроме, расстреле парламента, в убийстве, массовом убийстве русских людей, которые пытались этот парламент защитить и пытались сохранить хоть какую-то стабильность и надежду на то, что все-таки Россия возродится. Стали соучастниками убийства и преступления. В силу того, что сориентированы они были неверные. И вот эта неверная ориентация направляет партизана вовсе не туда, куда он, может быть, хотел бы привести самого себя и свою собственную страну. У нас есть и другие примеры, например, дальневосточные партизаны. Сейчас уже несколько подзабылась эта ситуация, это событие. Но ребята, выступив против беспредела полицаев, сами превратились, в общем-то, в такой прототип бандеровцев, лесных братьев, которые убивали и грабили ни в чем не повинных людей. И закончилось все это плачевно. И когда показали интервью, в котором эти ребятишки имитировали поведение чеченских бандитов, стало вполне понятно, куда такие люди могут завести сами себя. Когда они так, вольно размахивая пистолетами, рассуждали о том, как они будут уничтожать вот этих ненавистных им полицаев. А убивали на самом деле ни в чем не повинных людей. То есть находились не на войне, а в роли таких лесных разбойников. Вот эти лесные разбойники, частью были убиты, частью сидят на пожизненном, и вряд ли мы когда-нибудь их увидим. Это путь русского человека? Нет, вовсе не так. Я понимаю, если вся страна поднялась на партизанскую борьбу против оккупантов, тогда этот выбор понятен, он носит массовый характер и общий заряд народа на то, чтобы освободиться от оккупантов. Там, где народ, там должны быть и все, кто поддерживает его. Если так уж получилось, что вот этот заряд сопротивления вдруг охватил всех, тогда, конечно, надо не стоять в стороне, а идти вместе с народом, направлять его, чтобы он тоже не зашел не туда, в обстановку массовой подозрительности, массового террора и революционной, так называемой, законности. В противном случае вся эта партизанщина заканчивается очень быстро, вместе с жизнью заканчивается. Поэтому это вовсе не тот путь для русского человека, который стоит рекомендовать. Еще более острая ситуация на Донбассе. Все, кто хотел попытаться использовать оружие против врагов России, туда поехал. Но без идеологии, без лидеров. Поэтому рядом там реяли красный флаг с серпом и молотом, с сатанинским символом, и спас нерукотворный. Рядом эти символы стоять не могут принципиально. Принципиально. Хотя понятно, что в окопе споров о том, какой символ важнее, быть не может. Но это не изменило ситуацию без лидеров, без идеологии. Ситуация зашла в тупик, и Новороссия, ДНР, ЛНР превратились просто в маленькую эрефию. С таким же бандитизмом, с таким же предательством власти, с такими же убийствами, которые продолжаются и в настоящее время убивают наиболее дееспособных, наиболее верных своему слову и своему делу людей. Поэтому даже в таком случае отсутствие идеологической ориентации, отсутствие организационного начала, отсутствие лидеров, которым высказывается доверие, которые показали себя в течение многих лет, приводят к тупику. Это тупик, в котором оказался Донбасс. Его, конечно, туда ввели, но ввели ведь всех вместе, всех ополченцев ввели, всех жителей Новороссии. Пришли в этот тупик, и дальше будет разворачиваться трагедия. Трагедия Донбасса, преданного всеми. И преданная самими жителей Донбасса, которые вместо того, чтобы выдвинуть своих лидеров, вместо того, чтобы участвовать в русском движении и понимать себя как русских людей, предпочли поведение советского человека. Моя хата с краю. И вот с краю вся Новороссия и осталась. И теперь слезы горькие прольются. Многие пострадают от того, что российское руководство, а теперь уже и Новороссийское руководство, готово к капитуляции. Капитуляция фактически уже произошла. Историческая практика показывает, что партизанить можно только при массовой поддержке населения, которое будет абсолютно бескорыстной. Когда предателя душат не сами даже партизаны, а его родные и близкие. В таком случае партизанская война действительно является эффективной. И мы знаем из истории, как Наполеону, величайшему полководцу, не удалось ничего сделать в России, где его дубина народной войны расколошматила вдрызг. Точно так же, как и в Испании. И с Гитлером то же самое. Гитлер не смог победить ни югославских партизан, ни русских партизан. Ну, включая, естественно, понимая под русскими партизанами, белорусских и украинских, и всех остальных. Но это только в том случае, если есть массовая поддержка населения, бескорыстная и во всех точках, куда бы партизан, взявший оружие в руки, не обратился. И второе условие – это наличие поддерживающего государства регулярной армии. Без этого совершенно невозможно ни добыть оружие, ни сформировать какие-то организационные структуры. Сейчас нет ни того, ни другого. Сейчас нет государства у русских людей, а все внешние силы являются для русских как минимум нейтральными, а очень часто враждебными. И сейчас нет никакой регулярной армии, которая осуществляла бы постоянную поддержку партизанскому движению. Этого нет. Поэтому все партизанские выдумки надо забыть, включая и все глупости, связанные с индивидуальным террором, который практиковали народовольцы. Вы помните, что их деятельность была направлена вроде бы против ненавистного им режима, на самом деле была направлена против России. И здесь от индивидуального террора до присоединения к врагам России просто один шаг. Так же, как вот сейчас известны факты, когда русские люди принимают ислам и отправляются в ИГИЛ сражаться за что, за кого. Это тоже такая партизанщина, которая фактически исключает русского человека из числа русских людей. Чем привлекает вот этих любителей партизанщины ислам? Примитивной религиозной ориентации. Там, конечно, никакого ислама нет. Есть примитивный ритуал, который захватывает, потому что рядом есть люди, которые этому ритуалу следуют. И круговая порука. Вот фактически это солидарность банды. Солидарность банды, которая прикрывается исламом, хотя в этот ислам не верит совершенно. И очень удобно иметь Бога, который есть ничто, не имеет никаких индивидуальных черт. Такие люди становятся предателями своего собственного народа. Они являются либо бандитами, бандитствуют на территории Российской Федерации и приносят горе русским людям. Либо отправляются за рубеж и становятся врагами русского народа, воюя на стороне, по крайней мере, недружественных России и русским сил. И здесь надо сказать, что единственное оружие против исламизации русских мозгов – это православие. Правильно понятое православие, там ничего сложного тоже нет. Да, Писание – это очень толстая книга. И Коран очень толстая книга. Но то Писание, по которому жили наши предки, это все-таки Библия, это Новый Завет. И это солидарность с русскими людьми, общинная солидарность. Все Заветы Моисеева, если вы прочтете, как правило жизни русской общины, все будет совершенно правильно. Но просто еще сделан шаг дальше, более сложный для более высокого уровня цивилизации – это Заветы Христовые. Вот по ним и следует жить, по ним следует сверять свою солидарность с русскими людьми. Если вы не солидарны с Заветами Христа, то вы не солидарны с русским народом. Тогда вы просто открытая книга, в которой можно написать все, что угодно. Вы можете стать исламистом, вы можете стать бандитом, вы можете стать предателем, но ни в коем случае не будете на стороне русского народа и не будете действовать в пользу его освобождения от того иго-олигархии, которая давит и вот-вот раздавит нас и превратит нас в постисторическую пыль. Есть еще путь гражданина. Он, конечно, может пересекаться с путем партизана, но только в определенных условиях, о которых я сказал. Путь гражданина – это прожить жизнь достойно. Как бы ни складывались внешние обстоятельства, прожить жизнь достойно. И в этом нет мелочей. Надо эти мелочи замечать в своем поведении. Все мы так или иначе понимаем, что есть должное, как следует жить, что такое идеал жизни. Мы друг другу и сами себе прощаем те отступления от нравственного идеала, который нам заповедан предками и православным вероучением. Но мы должны точно знать, что мелочей здесь нет. И если путь гражданина – это не путь нравственного аскета, то там, где он отступает от нравственной нормы, там он уступает враждебным силам, враждебным России и русскому народу. У русских очень сильно в историческом плане была развита общинная норма, общинная солидарность. К сожалению, этого сейчас ничего нет. Учение Христово нас зовет к тому, чтобы общину восстановить. Если ты что-то делаешь для ближнего, ты делаешь для меня. Вот заповедь Христова. Наш Бог говорит нам, делайте друг для друга добро, и тогда вы будете делать для Бога. Если вы не делаете этого, то значит, вы и для Бога ничего не делаете. Если вы такой молитвенник, и себя уже почти святым считаете, скорее всего, вы фарисей. И от православного учения вы отошли очень далеко, очень далеко. Вы перестали что-то делать для ближнего. А для ближнего – это значит, для всего русского народа, который действительно надо выводить из-под пяты олигархии, которая давит нас, и готова уничтожить в самой ближайшей исторической перспективе. Сотворение себе кумиров – это антирусское деяние. Сотворение себе ложных кумиров, которых для русских не существует уже сотни лет. Язычество является явлением враждебным всем русским людям. Оно охватывает ничтожную часть и опирается на суеверия, которые для простонародия, для такой глубинки были обычными, как и обычные для нас сказки. Но мы же не верим в сказки, когда мы выходим из детского возраста. Мы прекрасно понимаем, что такое сказки. Когда же мы начинаем напрямую верить в сказки, то мы впадаем в детство. Если мы начинаем верить в тех богов, которых не существует, которые являются для нас, скорее, образом предков, и наши предки верили в этих богов, но каждый верил в своего бога. Попытка создать из этих богов пантеон кончилась ничем, потому что русские, или тогда еще славяне, верили в разных богов, и этот пантеон был им совершенно не близок. Сейчас попытка выдумать этот пантеон, это антирусское деяние. Смотрите, кто там волхвы у этих так называемых неоязычников. Это люди либо психически ненормальные, либо проходимцы, которые разыгрывают спектакль, для того, чтобы кто-то в этот спектакль верил. Ну и те, кто к этим волхвам, так называемым, не обращается, они ведь тоже разыгрывают спектакль. Они разыгрывают спектакль, чтобы не быть с русским народом, чтобы быть против него. Нет, вовсе не против угнетателей, а против русского народа с его христианским мировоззрением, которое формировалось столетиями. Вот все эти столетия, всю фактически русскую историю, эти люди хотят перечеркнуть. У атеиста еще остается в голове место для того, чтобы нравственные нормы христианства принять. И так получается у обычного русского человека. Он может не ходить в церковь, или не верить ни в какого бога, но все-таки следовать нравственным заповедям Христа. А язычник пытается это место в своем сознании, которое должно быть заполнено русским мировоззрением, заполнить антирусским мировоззрением, заполнить кумирами, которые ведут его в тупик, которые ведут к разобщению русских людей, противопоставлению одних богов другим, одного исторического периода, давно прошедшего другим. Можно интересоваться древним периодом русской истории, когда христианство еще не утвердилось на Руси. А это утверждение началось за два века до той официальной даты, которая считается днем крещения Руси, или годом крещения Руси. Точно так же, как можно интересоваться, и это уважаемое занятие язычеством древних римлян, древних греков, древнего Востока, и это развитое язычество, там, где действительно существовали пантеоны богов, где существовала сложная религиозная и философская жизнь, где существует записанная и подробная история этих периодов. А то, что касается дохристианской Руси, не имеет ни писанной истории, ни пантеона богов, ни развитого искусства, культуры, философии. Все это, может быть, и было, но до нас не дошло. Я думаю, что не было. Но те, кто считает, что было, никаких доказательств представить не смогут, потому что прошли века и века, прошло больше тысячелетия. Если от греческой культуры, изваянной в камни, осталось многое, и Рим продолжил в письменном виде очень многое из того, что записали греки, то от древнего славянства на Руси, от древних богов, не осталось ничего. И попытка на этом пустом месте построить русское мировоззрение – это не просто глупость, это деятельность, враждебная русским людям. Христос заповедует спасать и защищать. Спасать и защищать – по меньшей мере, это общинная идея. В своей общине надо спасать и защищать всех. И поэтому любовь к ближнему – это ключевая идея, которая может и должна сплотить русских людей. Надо выбирать себе ближних, не быть одиноким. И спасаться вместе, поддерживая друг друга. Точно так же и в политике. Что после всех программ? Ни партизанщина, ни глупости всякие с вот этими маргинальными группами, якобы исповедующими какую-то языческую веру. Ничего они не исповедуют, кроме безнравственности и отрицания всей русской истории и русской нравственности. А гражданская позиция, деятельность гражданина, который приходит к неприятию нынешнего политического режима через простейшие, самые простые формулировки христианской идеи – любви к ближнему, спасения, совместного спасения, защиты, защиты правого дела, защиты всех честных людей, которые встречаются у вас на пути. Не надо думать о том, что можно где-то там, поехав на другой конец света, защищать свободу и справедливость русского народа. Все происходит здесь, на территории Российской Федерации, там, где вы живете. Там, где мы сейчас стоим, там и поле Куликова, где-то в одной из песен поется. Это совершенно правильно. Вот там, где вы находитесь, там и проложен фронт вашей борьбы с русофобской олигархией, засевшей в Кремле. Для православного человека очень важно не фарисействовать, не быть святее Папы Римского, не брать пример вот этих раззолоченных иерархов, которые научились складно говорить, но совершенно не проповедуют веру Христову, потому что своим поведением ее скорее стремятся дискредитировать. Не случайно в московской патриархии очень сильно криптокатолическое течение. И не ровен час все запреты на общение с католиками, на единение их в молитве будут обойдены тем или иным путем. И русская православная церковь уйдет в катакомбы, где она отчасти сейчас и находится. Вера Христова состоит не в том, чтобы беспрерывно исполнять все те ритуалы, которые в свое время поразили русского князя Владимира, а в том, чтобы следовать учению Христа, что значительно труднее. Молитвы дают формулы, которые надо следовать, не просто их механически повторять, а вот этот механицизм повторения молитв, он может отдалить человека от христианства, от православия. И здесь надо понимать, что дела важнее молитв, Дела важнее молитв. Молитва – это только приготовление к делам. Если нет дел, то нет у вас никакой веры, а есть только одна видимость, одна только поверхность в виде молитв, символов и ритуалов. Надо понимать, что жизнь – это долгое путешествие. Моя прабабушка говорила, жизнь прожить – не поле перейти. И прожить эту жизнь надо достойно. Достойно прожить – это значит не остаться в стороне от бед своего собственного народа и не проигнорировать то, что наша страна оккупирована, то, что она истязается группировкой Ельцина-Путина. Уже сложилась длительная традиция ельцинизм-путинизм, как в свое время марксизм-ленинизм. И под этими измами подразумевается длительная практика. Длительная практика устранения нашего народа от необходимости защитить свою землю и будущее поколение, защитить память о прежних поколениях, защитить Россию от оккупантов. И в этом деле очень важно не советовать друг другу, что делать, а делать что-то каждый сам. Каждый сам чем-то должен заниматься. Если вы требуете единения русских людей, продемонстрируйте это единение. Если вы советуете русским политическим деятелям объединяться, объедините вокруг себя хотя бы 10 человек, создайте какую-то группу. И пусть эта группа единица еще с каким-то, с какой-то частью русского движения. И тогда произойдет слепание вот этих множественных групп в действительно мощную общественную силу, которая будет способна учредить русскую власть. Пока мы друг другу советуем, как себя вести, проку никакого не будет. И пока мы задаем друг другу вопрос, а как же мы вот сможем взять власть, мы находимся в какой-то патовой ситуации. Русское движение возьмет власть, когда русская идея хватит подавляющее большинство граждан, и значительная из них часть будет готова к действию, прежде всего к политическому действию. Да, многих утомляют шествия, марши, там всякие митинги, пикеты, это все занимает время, от этого мы устаем, мы слышим одно и то же. Сделайте так, чтобы это было интересно, сделайте так, чтобы это не утомляло. А вообще-то это утомленность, это утомленность от жизни. Если вы уже собрались свою жизнь заканчивать, ну, наверное, вы тогда и становитесь таким утомленным. Но в этом деле утомленность совершенно неприемлема, здесь надо стоять как скала и не позволять себе сдвинуться ни на шаг. Вы пропагандируете русскую идею, и поэтому вынуждены повторять тысячу раз одно и то же. Одно и то же, и это не должно быть вам скучно, потому что это и есть борьба за русские мозги, за русское дело. Жизнь – длительное путешествие, длительное. Не надо торопиться ее закончить как можно быстрее в тюрьме или будучи отстрелянным спецслужбами, как такой единоличный партизан, который не вовремя выскочил из своей засады, где он сидел там и готовился к тому, чтобы совершить что-то такое экстраординарное. Все эти экстраординарные поступки не изменяют ситуацию принципиально. Принципиально изменяет ситуацию только сдвиг в мировоззрении, в массовом сознании. И именно над этим мы должны работать. И в этом направлении есть только организационная и пропагандистская деятельность. Два аспекта. Нужно сорганизоваться так, чтобы нас было много, все больше и больше, чтобы наши идеи распространялись, внедрялись в мозги. И даже когда нам кажется, что мы делаем очень мало или мало воздействуем на эти мозги, на самом деле мы просто недооцениваем свою деятельность, недооцениваем насколько она продуктивна, насколько все сказанные нами слова и написанные тексты оседают в русских мозгах. Сколько потребуется времени на то, чтобы произошел спасительный переворот в русском мировоззрении. Мы сказать не можем, но мы должны постоянно действовать в этом направлении. Да, делать то, что кажется, уже делали тысячу раз. Путь в политике очень непрост. Если вы входите в эту деятельность, если вы приобщаетесь к русскому политическому действию, то нужно быть готовым к тому, что генеральские погоны вам никто не предложит и надо быть в каждый момент и солдатом, и генералом, быть способным исполнять обязанности рядового участника русского движения, скажем, прийти на какой-то пикет и держать флаг или делать в сети репосты, не чураясь никакой самой рутинной работы и готовиться к тому, чтобы быть руководителем, быть лидером. Это требует следованию идеи самосовершенствования, а это значит приближение к истине, это самообразование, самообучение, обращение к авторитетам, чтение книг, тренинг, написание статей, внимательное отношение к критике, которая в ваш адрес приходит и так далее. Это многоаспектная деятельность, связанная с личным ростом, как профессионала русского движения, который может что-то организовать и может воздействовать на мозги. Этой деятельностью надо заниматься с молодых ногтей, если вы собираетесь хоть что-то сдвинуть в сознании людей, потому что даже если мысли ваши верные, но изложены колченогим образом, то они скорее отвратят от русской идеи, чем приблизят окружающих вас людей к ней. У нас в русском движении недостаток во всем, недостаток во всем, и в орговиках, и в рядовом составе, который задействуется только в каких-то отдельных мероприятиях несколько раз в году, и в пропагандистах, и в идеологах. Поле деятельности огромное, и на это поле каждый русский человек может выйти и занять ту позицию, которая ему наиболее удобна в данный момент, к которой он более всего приспособлен. Каждый может вложиться в русское дело в рамках своих возможностей. Если нас будет много, то наши совокупные возможности перевесят историческую чашу весов, где на одной чаше интересы русского народа, а на другой чаше интересы олигархии. Мы их победим, если только вложимся в общее русское дело, если каждый будет вкладываться, чем он может вложиться. Еще один очень важный принцип – это отстранение от всяких так называемых малых дел, от всякой пустопорожной благотворительности, потому что этим занимаются многие, успокаивая свою душу и занимаясь самоспасением, в то время как главное дело спасения Руси, спасения русского народа остается в стороне для этих людей, они начинают заниматься чем-то другим. Они спасают несчастных детей, они возят подарки в детские дома, они занимаются благотворительностью, но они не занимаются самым главным делом. И к этому главному делу и нужно быть причастным – к спасению России от оккупации, к восстановлению суверенитета и территориальной целостности исторической России. Приобщиться к этому делу несложно, каждый выбирает свою позицию, что он конкретно будет делать, тут никаких изобретений быть не может, как прийти к власти. Вот каждому заниматься своим делом в русском движении. Пусть это будет дело очень небольшое, но именно в русском движении и для того результата, к которому мы все стремимся – к созданию русского национального государства, а до этого к победе русских людей, русского движения над олигархией. Мы все должны участвовать в распространении и укреплении русского мировоззрения, которое, как я уже продемонстрировал в предыдущих передачах, основано на немногих тезисах. Два десятка тезисов очерчивает русское мировоззрение, хотя глубина там огромная, глубина, можно сказать, такая, что занырнуть в нее можно не вынырнуть, поэтому не всякому становиться философом, не всякому становиться идеологом, но пропагандистом и организатором может стать каждый. И здесь не надо стесняться своей немощи. Дорогу осилит идущий, и каждый, выбрав свой путь, сможет сначала сделать первый шаг, а потом и остальные шаги. Если мы все вместе двинемся в одном направлении, мы обязательно победим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok